Вечером 30 мая на пульт диспетчера филиала «Рязань Энерго» поступил сигнал об аварийном отключении линии от подстанции, расположенной рядом с поселком Листвянка. Прибывшая на место происшествие бригада энергетиков обнаружила между опорами потерпевший крушение легкомоторный самолет. В результате происшествия без электричества остались 4 населенных пункта. Как оказалось, воздушное судно было самодельным. Вылетев с аэродрома Протасова, в Рязанском районе оно находилось в воздухе всего 7 минут. Падение произошло с высоты около 200 метров и сопровождалось резким снижением. При падении самолет зацепил столб линии электропередач, а после столкновения с землей загорелся. В Рязанской транспортной прокуратуре по данному факту проводится проверка исполнения требований законодательства безопасности полетов. Управлял самолетом 59-летний летчик ВВС. Это был далеко не первый полет в его карьере, но сам самолет был испытан впервые. Сейчас проводится доследственная проверка. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Также проводится комплекс мероприятий по установлению причины катастрофы. К сожалению, это не первая авиакатастрофа самодельного летательного аппарата в Рязанской области. Осенью прошлого года потерпел крушение самолет без регистрационных знаков и разрешения на вылет. Пилот также погиб.